Здравствуйте, друзья! Вы на канале Red Fury MMA. Мы только что с вами стали свидетелями одного из самых захватывающих боев этого года. На четвертом турнире UFC в Вегасе встречались Дасим Парье против Дэна Хукера. И можно с уверенностью сказать, что этот бой стал боем вечера. Парни, устроили настоящую рубку. И если вы не осмотрели полный бой, то я вам советую это сделать сейчас. Дасим Парье снова возвращается в чемпионскую гонку. Разберем поподробнее, а также посмотрим на реакции бойцов ММА после небольшой рекламы. Всем вам, друзья, желаю приятного просмотра. Выбирай победителя матчей Ла Лиги. В этом помогут мои друзья из OneX. У них самая широкая линия. И там ты найдешь всевозможные виды спорта и киберспорта. А также другие бонусы у них на сайте. Все ссылки вы можете найти под этим роликом, либо просто просканируйте QR-код на экране. Также используй мой промокод REDFURY. И участвуй в акции по страховке первой ставки до 10 баксов. А также получи бонус до 100 долларов на первый депозит. Можешь залетать на сайт по этому QR-коду. Давайте начнем, пожалуй, этот бой с самого начала. Оба бойца пристреливались. Часто работали ногами. Проводили по очереди серии. И уходили на футворки. Дэн выглядел успешнее. Но Парье старался быстро сближаться и даже работать в клинче. Последние две минуты этого раунда были насыщены красивыми и точными сериями. Бойцы показали высокий уровень духа. А Хукер забрал этот раунд с отсчетом 10-9. Второй раунд начался безумно. Просто жесточейшие размены. В середине второй пятиминутки бойцы сбавили темп, но Дэнсин продолжал давить и чуть чаще попадал. Конец этого раунда был прям в стиле олдскула. Размены не заканчивались, а концовку забрал Хукер, проведя несколько точных серий. Но Парье удержался на ногах. Это был, пожалуй, один из самых захватывающих раундов этого боя. А вот уже с начала третьего раунда Дастин начинает набирать обороты. Хукер уже стал пытаться искать свое счастье в тейкдаунах. Но на земле чуть Дастин не закончил этот бой сабмишином. Этот раунд, пожалуй, был уже за Дастином Парье. Оба бойца были уставшими, но Дастин показал характер и навык быстро восстанавливаться. В последнем раунде Дастин Парье выглядел намного свежее. Парье чаще попадал и смог защититься от нескольких тейкдаунов. Бой продлился все выделенные пять раундов. Давайте с вами посмотрим на официальную статистику с сайта UFC. 208 выброшенных ударов за Парье, а также 182 за Хукером. За Хукером также и были четыре успешных перевода на Канвас. Это именно тот случай, когда статистика по раундам показывает, кто выиграл в той или иной пятиминутке. А вот как отреагировали наши друзья из ММА-сообщества. Давайте посмотрим, друзья. Терек Льюис. Лучший момент для этих парней, чтобы улучшить свой контракт. Андре Филли. Такие бои напоминают всем, что это лучший спорт на земле. Парни должны гордиться собой. Бен Аскрин. Черт, что за бой? Я отдаю три раунда Парье. Дэниел Кармье. Отличная работа, Дастин Парье. Бриллианты навсегда. Кенри Сихуда. Не знаю, как сказать. Мы все в выигрыше. Фрэнки Эдгар. Невероятный бой. Хорхим Асвидаль. Это отличный бой и, вероятно, это бой года. Я думаю, Дастин выиграл этот бой. Марлон Мараес. Что за поединок? Хабиб Нурмагомедов. Мои поздравления, Дастин Парье. Отличный бой. Тони Эфергуссон. Отличный бой. Так держать, джентльмены. Фрэнсис Антгану. Мои поздравления. Джессин Гэджи. Это был великолепный бой. Отличная победа, Дастин Парье. А Дэн Хукер заслуживает место за столом с серьезными парнями. Капс Вонсон. Мои поздравления. Бриллиантовый. Эта победа, несомненно, возвращает Дастина Парье в чемпионскую гонку. А вот что Дастин думает по поводу поединка Хабиба Нурмагомедова против Джессина Гэджи. Все слушаем, друзья. Как ты думаешь, есть ли у Джессина хорошие шансы побить Хабиба? И вообще, будешь ли ты болеть за Джессина? Потому что, очевидно, это самый легкий путь для тебя, чтобы подраться снова за титул. Если он выиграет, а ты являешься победителем Джессина. Эй, послушай, лучше пусть выиграет сильнейший. Кто будет подготовлен хорошо и выступит хорошо, тот и выиграй. Кто бы не одержал победу. Пусть выиграет сильнейший. Все, что могу сказать. Я не болею ни за кого, но если Джессин будет драться в середине октагона, то у Хабиба будут проблемы. Я считаю, это будет тяжело перевести его вниз посередине, и тем более держать его там. Но сможет ли Джессин провести этот бой в защите? Выкидывать тяжелые удары и не дать Хабибу перевести себя вниз? Вот это вопрос. Вот такие слова Дастина Парье по поводу поединка Хабиба против Джессина Гэджи. Расскажите, друзья, в комментариях, как вам поединок Дастина Парье против Дэна Хукера? И против кого вы бы хотели его увидеть в следующем поединке? Я же поставил бы его против Тони Фергюсона за звание главного претендента на титульный бой. А как вы думаете? А я прощаюсь с вами до следующего выпуска, друзья. Вам желаю хорошего дня и прекрасного настроения. Всем пока, друзья.